Видели ли вы этот ролик? Я, кажется, видел. Отлично, работаем дальше. И это правильный ответ! Что же загадано на этой картинке? Уже хотелось сказать автор. Это не то видео. То видео, по-моему, 10 часов, если не ошибаюсь, длится. Отлично, мы продолжаем. Авторизация! Привет, дорогие друзья мои хорошие! Сколько лет, сколько зим, как я соскучился по вам, мои уважаемые телезрители. Ну и, конечно же, с вами вновь наше замечательное шоу. Шоу-авторизация. Первое в мире межгалактическое шоу про интернет и для интернета. Хотелось бы отметить, что мы находимся на 25-м российском интернет-форуме, дамы и господа, 25-й риф юбилейный. А также нашему любимому коалиционному центру домены RU-RF в этом году исполняется 20 лет. Давайте поаплодируем этому прекрасному событию. Ну что, пришло время знакомиться с командами. Итак, ваша команда... Амбассадоры! Амбассадоры, спасибо вам большое, что пришли к нам. И команда... Колдунчики! Колдунчики, спасибо большое. Хотелось бы отметить, что ребята пришли на наш 25-й российский интернет-форум, и они абсолютно не знали, что будут принимать участие в нашем шоу. Соответственно, они не готовились, и как пройдет это шоу зависит только от наших уважаемых гостей. Ну что, давайте познакомимся с гостями. Итак, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Максим. Максим, чем занимаетесь? Русский инженер. Отлично. Максим, спасибо большое. Далее. Анна, доцент Ранхикс в президентской академии. Достойно. Далее. Меня зовут Алексей, я учитель информатики. Аплодисменты, Алексей. Переходим к колдунчикам. Колдунчики, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Тимур, я технический продюсер компании Roundyard Group. Отлично, спасибо. Далее. Меня зовут Мария, я учусь на сисадминах. Мария, молоденько. Меня зовут Наира, я маркетолог компании «Ди» с мобильной разработкой. Отлично, дорогие друзья. Ну что, у нас очень интересные ребята собрались. Что же будет дальше, вы хотите спросить? А я вам отвечу. Мы уже познакомились с командами, а значит, перешло время объявить наши правила. Итак, наши правила. Три раунда. В каждом раунде свои правила. За победу в первых двух раундах команда зарабатывает балл. За победу в третьем раунде команда получает балл. 2 балла. Давайте перейдем к правилам первого раунда. Правила первого раунда. Три вопроса с четырьмя вариантами ответа. Первый отвечает команда, которая быстрее поднимает руку, но на ответ дается 3 секунды. При неправильном ответе ход переходит ко второй команде. Вопрос сгорает, если обе команды ответили неправильно. Так что, дорогие друзья, прежде чем тянуть руку, все-таки подумайте немножечко, да, чтобы вовремя ответить. Ну что, команда, правила понятны? Да. Отлично, давайте поаплодируем. Приготовимся к первому вопросу. Внимание на экран. Вопрос номер 1. Ролик именно этой команды, не выпускающей одежду и обувь, первым набрал 1 миллион просмотров. Где была рука? Ага, я вижу, первой была команда колдунщики. Итак, ваш вариант. Найк. Найк, это правильный ответ, дорогие друзья, давайте поаплодируем. Найк, в ролике звезда футбола Рональд Динью надевает бутсы, чеканит мяч, а затем четыре раза подряд попадает им в перекладину, не давая опуститься на землю. Скажите, колдунщики, увидели ли вы этот ролик? Я, кажется, видел. Отлично, мы продолжаем. Внимание на экран. Вопрос номер 2. Итак, памятник этому символу интернета установлен в Оренбурге, в Чите и Кирове. Кто был? Ну ладно, раз вы так. Хорошо. Итак, ваш вариант. Д. Символ собак. Символ собак. Абсолютно правильно, дорогие друзья, аплодисменты. Символ собачки. Итак, внимание, третий вопрос. Первым повестковиком в Ронете был Рамблер. В каком году он появился? Ага, интересные вопросики. Кто? Так. 96-й. 96-й. И это... Правильный ответ, дорогие друзья! Аплодисменты! Итак, по итогам этого раунда у нас побеждает команда... Амбассадоры! Амбассадоры! Первая отвечает команда, которая быстрее поднимает руку, но ответ дается 3 секунды. При неправильном ответе ход приходит ко второй команде. И вопрос сгорает, если обе команды ответили неправильно. Понятно? Да. Понятно. Да. Отлично. Ну что ж, команды знают правила, а значит, мы скажем словами классика... Отлично. Работаем дальше. Отлично. Работаем дальше. Итак, внимание на экран. Что же загадано на этой картинке? Вирус. Вирус. Почти, дорогие друзья. Ход переходит к вашей команде, да? Антивирус? Антивирус! Аплодисменты! Почти, почти. Вы были очень близки. Антивирус. Итак, продолжаем. Следующая картинка. Внимание на экран. Что мы видим на картинке? Автомат. Какая-то валюта. Какая-то запятая. Что же хотел сказать автор? То бишь я, Виктор Бутусов. Давайте, дорогие друзья, если у вас какие-то варианты. Посмотрите на автомат, вспомните, как этот автомат называется. Попробуйте угадать, что за валюта на экране изображена. Попробуйте сложить эти два слова вместе. И получить слово, связанное с тематикой нашего шоу. Что мне хотелось бы отметить, в первую очередь. Что это за валюта справа? Фунт. Фунт. Хорошо. А что за автомат слева? Калашникова. А как его еще называют? Правильно, АК-47. А если попробовать соединить эти два слова? Аккаунт. Аккаунт, аплодисменты, дорогие друзья! Аккаунт, конечно. АК-47 и фунт. У фунта мы забираем букву F и получается аккаунт. Окей, команды приготовили снимание на экран. Что же тут зашифровано? Windows. Правильно, дорогие друзья, аплодисменты. Это Windows. Плюс окно на английском языке. Далее. Как волнительно. Да. Тик-ток. Тик-ток. И это правильный ответ, дорогие друзья, аплодисменты. По итогам второго раунда каждая команда заработала по балу. Огромкие аплодисменты. Итак, дорогие друзья, по итогам двух раундов счет 2-1 в пользу команды... Амбассадоры! Амбассадоры! Но это еще не все. У нас остался третий решающий раунд, в котором команда за победу получает 2 балла. Так что интриги накаляются. Итак, внимание на экран правила третьего раунда. Правило третьего раунда. 5 вопросов для обеих команд. На принятие решения дается 30 секунд. Команды записывают свой ответ на планшете и показывают его одновременно после сигнала ведущего. За победу в финальном раунде команда получает 2 балла. Итак, дамы и господа, третий раунд. Команды готовы? Да! Первый вопрос. Самое длинное видео, когда-либо загруженное на YouTube, длится 596 часов, 31 минуту и 21 секунду. То есть 24 дня. Как оно называется? Время пошло. 30 секунд на обсуждение командам. Уже 25. До ответа можно догадаться логически. Если наши уважаемые YouTube-зрители догадались, пишите в комментариях. И ставьте лайки. Мы старались. Итак, 3, 2, 1 и... 1 с иголочкой. Стоп! 1, 2, 3, показываем экран. Космос и... Да, да, можно было докадаться, когда уже знаешь ответ, понимаешь это. Итак, внимание на экран. Вопрос номер 2. Как называется рекламное объявление или изображение на веб-странице, которое ведет на рекламируемый сайт? Время пошло. 30 секунд. Не торопитесь, подумайте внимательно. Можете не думать в вашем случае. Хорошо, я уже видел, вы написали ответ. Так, ваша команда готова? Да. Колдунщики, молодцы, ждем. Дожидаемся амбассадоров. Там только один вариант можно. Нет, в плане один вариант. Я просто не знаю, что вы там пишете. Я подумал, давайте там 4 варианта либо-либо. А вы выберите правильный. Так, 3, 2, 1, показываем. Что у вас написано? Баннер. Баннер и... Таргетированная реклама, тизер. Правильный ответ, внимание на экран. Баннер, дорогие друзья. Да, да. Итак, счет 1-0 в данном раунде. Итак, внимание на экран. Как называется услуга по размещению сайтов и их содержимого в интернете или на сервере? А, готовы? Так, отлично. Оп! Сейчас, да. А как настроение вашей команды? Отличное. Лучше всех. Итак, готовы? Показываем. Молодцы! Аплодисменты, дамы и господа! Правильный ответ в ответ команды. ХОСТИНГ! Итак, внимание на экраны. Вопрос номер 4. Именно эта американская компания, крупнейшая в мире маркетплейс, была основана в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. По объему капитализации на 2020 год эта компания заняла третье место, уступив Apple и Microsoft. Итак, ваши ответы. Три, два, один. Показываем. Амазон, аплодисменты. Это был правильный ответ. Каждая команда ответила правильно и зарабатывает по баллу. Вопрос номер 5. Внимание на экран. Именно эта компания, специализирующаяся на разработке систем информационной защиты, штаб-квартира которой находится в Москве с 2016 года, поддерживает самого молодого гроссмейстера в истории шахмата, чемпиона мира по блицу Сергея Карякина. Время пошло. Колдунщики ответили. Это просто колдунство какое-то, молодцы. Так, готовы? Раз, два, три. Касперские обе команды ответили правильно. Итого, счет за этот раунд 4-3 в пользу колдунщиков, а значит, колдунщики за последний раунд зарабатывают 2 балла и тем самым побеждают в нашем шоу. Громкие аплодисменты! Ну что, прямо сейчас нам вынесут подарки для обеих команд. Я думаю, что это достойно аплодисментов. Давайте поаплодируем. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно. С вами было шоу Авторизация. Виктор Бутусов. Живите, любите. Пока! Давайте поаплодируем! Спасибо!